Тюрьма живная, так и осталась тюрьма. И там сидят люди. Там, возможно, сидят те, кто заслужил наказание, но и те, кто не заслужил. Или необоснованно завышенное наказание. И заключенные, и политические заключенные там тоже сидят сейчас. Выбор двадцатого года. Меня зовут Наталья Херш. Я родилась в городе Орш, в Белоруссии. До выбора двадцатого года я жила в Швейцарии уже довольно продолжительно, больше десяти лет. Я интересовалась всегда политикой, особенно вот когда начались эти встречи с людьми, какие массы людей собирали. Встреча с Тихановской, Сыпкало и Бабарико в лагере. Это, конечно, очень вдохновляло и давало очень большую надежду, что что-то будет уже по-другому. Именно эти выборы двадцатого года я себе поставила целью. Это я пропустить не могу. Я, конечно, была в шоке от того, какие результаты были представлены общественности в Белоруссии. Меня очень, конечно, вдохновили те марши, которые я видела, женские и вообще воскресные марши. Я решила, я должна сказать свое мнение на территории Белоруссии. Я участвовала тоже и в воскресном марше, конечно, это было что-то. Это был эмоциональный подъем. Столько радости было, столько надежды у каждого участвующего. Это очень эмоционально было. Я, как сейчас помню, мы ехали в трамвае. Трамвай был полон людьми и, в общем, там такие веселые были выкрики и весь трамвай отзывался. Я еще помню, как мы спрашивали друг у друга, как ты думаешь, ведь не будет уже так, как раньше. Как ты думаешь? И мы друг друга поддерживали, говорили, конечно, это не может быть все, ну все, конец. Все, больше, дальше будет по-другому. Ну, действительно, по-другому. Так, как раньше быть не может. Это был, так сказать, роковой день, который изменил мою жизнь. Мы шли колонной от универсама Рига в направлении к Якубу Колосу. Там подбежал один из байкеров и сказал, там одного его друга задержали. Его держал, значит, один из ОМОНовцев, наверное. И мы обступили его вокруг, начали кричать, визжать. Боже мой, я никогда так не кричала, а здесь все вместе, и я делаю это тоже. И этот человек через несколько минут отпустил этого мужчину. Приблизительно в том же моменте случилось наше задержание. Впереди у нас стояла, значит, цепочка ОМОНовцев. И мне как-то было странно. Мы стоим, ждем. Чего ждем? Ждем, когда нас посадят в автозак. Я говорю, давайте попробуем вместе рванем через эту цепочку ОМОНовцев, и наверняка кто-то из нас спасется. Но, к сожалению, это мое предложение не нашло. В поддержке мне пришлось предпринять попытку побега единолично. Тогда я повернулась к ОМОНовцу и потянула за маску. Он, согнув ноги, отойдя пару шагов, согнувшись, значит, спине, он эту маску одел себе на шею. Я думаю, что и хочет этому. Когда мне сообщили вообще, что на меня открывается уголовное дело, следователь, и это касается нанесения телесных повреждений сотруднику милиции, я была возмущена. Это все было по сценарию, все было ясно заранее. Рокурор знал, какой срок мне озвучить, и судья знал, какой срок утвердить. Я, конечно, ждала, что апелляционный суд еще будет. То, возможно, он пересможет, хотя бы снизит что-то. Но, к сожалению, он оставил приговор без изменения. Меня-то тоже шокировало. Я в тот же день написала заявление о том, что теперь я просто чувствую себя обязанной бороться с этой ложью и фальсификацией, которая происходит в любом месте, где я нахожусь. И это я делала в каждом месте, где я находилась. Начиная с Володарки, Минск, Гомель, Могилев. Я писала, я говорила и заявляла о всей той несправедливости, которая существует в тех местах. Могилев. 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 И я могу сказать, что она очень мутная. Томбы, на которых опускается кровать. Это нара. Матрас, подушка, одеяло – это ничего не положено. Тебе положены только туалетная бумага, зубная паста и полотенце кухонное. Ночью очень холодно, сыро. В окне большие щели дуют. Было очень холодно. Я не спала. Делала зарядку, спорт. Двигалась, бегала на одном месте. Потом 20 минут я могла немножко глаза закрыть. Потом опять вставала, опять то же самое. На пятый день, изможденная от отсутствия сна, я просто упала на пол. Увидела надирательницу, позвала медицинских работников. Я говорю, это пытки. Сначала я была 8 в ШИЗО, потом они были продлены, не выходя. Мне еще дали 10. Первая была причина – отказ от пошива одежды силовикам. А второй момент, когда мне назначили в ШИЗО, меня закрыли в клетке наружу. Поэтому я сказала, теперь я не человек, я захожу сюда как животное. Я ложусь на пол, и я животное. Вот этот отказ послужил основанием для дальнейших 10 суток. Первый раз я провела 18 суток в ШИЗО. Я понимала, когда они заканчивались, 18 день закончился, я должна была провести ночь в нормальном отряде. Я понимала, что завтра я пойду на фабрику. Я должна буду снова написать отказ на пошив униформы. И мне будут снова данные сутки шИЗО. Я проверяю, что я не был со мной, не был контакт с Наталья. Ее мужчина умерла, и она в другую страну была в другую страну. Когда я читал это в России, я была полностью шокирована. Одна из-за ориентирования Наталья, а также ориентировании Наталья и ориентирования региона, полиции и милиции, etc. Что Наталья на протестах, это меня не так заинтересовало. Потому что в ее рассказах, в отношениях с мной, я слышала, что она всегда очень сильно связана с белорусской общественностью. И она всегда желала, что в Беларуси, она также получает свободу и могут быть определенные правила, как в демократических странах. Поэтому я не так удивлялась, что она не могла участвовать в протестах. А что меня немножко развлекало, такие моменты тоже были, это я себе представляла фотографии из моего детского альбома. Закрывала глаза и вспоминала тот момент в тончайших подробностях. Ощущение солнца яркое, трава зеленая шевелится от ветра. И все так четко и ярко воспроизводилось у меня в голове. Меня это просто восхищало, да. Я была вторая политическая заключенная, которая попала в ШИЗО. Первая была Ольга Клосковская. До меня она провела уже там больше 20 дней. И вот я знаю, я захожу, я знаю, что она там. Разговаривать нельзя, и она-то знает, да. И вот чисто ощущение того, что здесь кто-то, кто поддерживает тебя с тобой вместе и разделяет твои взгляды, конечно, дает очень сильную поддержку. Я пела песню, там, Куполинка. А Ольга мне потом рассказывала. Я когда слышала тебя, я плакала. Очередной раз, когда я поняла, что мне снова дают униформу, Ольга говорит, все, у меня снова ШИЗО, все. Она говорит, я тоже, я тебя поддержу. И потом на следующий день действительно я была, не в этот же день, я была в ШИЗО, и через час заходит Ольга. Это было что-то с чем-то, у меня слезы с глаз. Я не думала, что это так сильно эмоционально меня затронет. Мои силы удвоились вместе с ней. Для меня, когда вот наступил год ровного моего тюремного заключения, я поняла, что, в принципе, 2,5 – это очень реально. Что, возможно, тебе придется 2,5 – и просидеть. Одним прекрасным днем прознел звонок вставать. Вместе со звонком в мою дверь очень сильно постучали, на что я возмутилась. Никогда такого не было. Открылась дверь. Дали 5 минут на завтрак, 5 минут на то, чтобы собрать вещи. Потом меня повели в комнату досмотра. Потом меня посадили в микроавтобус. Женщина зачитала указ президента о помиловании. В автобусе уже сидело несколько человек сопровождающих. И мы тронулись до направления аэропорта. Мы подъехали в ходу вип-персон. Здесь я уже мешки не несла. Я шла в телогрейки, в робе. Нет, потом мне дали, конечно, переодеться. Мы встретились с братом. Это было очень эмоционально, очень-очень эмоционально. Обои плакали. Первый раз я выпила там чай. Вот это интересно. Прямо с тюрьмы в вип-апартаменты попасть. И тебе обслуживают, прислуживают, приносят чай с конфетами. Такая разница, конечно, была ошламляющая. Ну, я радовалась, конечно, свободе. Мне предлагали написать помилование раза 3-4. Это был начальник колонии, в принципе, у которого я спрашивала, что собой представляет помилование. И когда он мне объяснил, что я должна полностью признать свою вину, то мне, конечно, было ясно, до свидания я писать не буду. А что касательно моей адаптации, конечно, я в первую очередь мелочи замечала. Для меня было что-то сверхъестественным, получить хороший завтрак. Теплая вода каждый день. Швейцарцы, которые знают мою историю, очень сопереживали. И я чувствую, что они выражают мне свое восхищение. Швейцарцы вообще не могут себе представить, что с тобой представляет тюрьма такого рода, какая существует в Беларуси. Это надо рассказывать европейцам о том, что происходит в Беларуси, чтобы они знали нашу оценку. Таким методом, я думаю, можно очень хорошо влиять на ситуацию. Я желаю людям, чтобы они endlich mal в свободе и в свободе и не только в свободе. Это очень, очень тяжело. И что они могут получить, что они могут получить, что я желаю вам. Мои желания для беларуси, я желаю, что это беларусище Волк в правильный момент для новой протеста и акции и также оценит. И я желаю, что это беларусище, Bevölkerung, dass sie dann erfolgreich ihre Ziele, einen Wandel zu mehr Freiheit und Demokratie erreichen können. Und das, was passiert, über eine Woche über eine Woche passiert ist, es ist die Beobachtung, die gegen die Ukraine-Ukraine. Meine Aussagen und die Interviews, ich hatte sehr viel. Ich verstehe, dass ich, wenn ich da bin, dann werde ich wieder wieder in der Türkei sein. Das ist natürlich nicht sehr, dass es nicht so will. Und es gibt nichts dafür. Pläne für die Zukunft? И дальше оставаться активной, пытаться что-то изменить. Продолжение следует...